За считанные годы Исраэль Адасания стал чемпионом UFC и превратился в звезду ММА. Стайлбендер часто выглядит безупречным в октагоне, однако главный феномен нигерийца – это не уникальные бойцовские навыки, а исключительное мышление, свод ориентиров и ценностей, благодаря которым он сумел достичь такого успеха. Сегодня мы ознакомимся с наиболее оригинальными высказываниями чемпиона, которые в общем смысле олицетворяют правила жизни – правила жизни Исраэля Адасании. Утром 13 февраля чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адасания вновь встретится с Робертом Уитакером. Наш легальный партнер Parimatch видит Адасанию большим фаворитом с коэффициентом в 1,35. Андердог Уитакер оценивается в 3 целых ровно. Регистрируйся на Parimatch по нашей ссылке в комментариях и получай фрибет 1000 рублей на любое спортивное событие. Срок действия акции ограничен. Когда я в первый раз сказал родителям, что хочу стать бойцом, мне дали по шее и отчитали. Но стоило им убедиться, насколько велико мое желание и как усердно я тренируюсь, они изменили свое мнение. Сегодня папа и мама – мои главные болельщики. Они смотрят все турниры UFC и изучают каждого средневеса, с которым я могу потенциально встретиться. Я чувствую, как сильно они мной гордятся и это чувство мотивирует меня двигаться вперед. Мухаммед Али говорил «Я знал, что я величайший до того, как об этом узнал мир. У меня были схожие мысли и я понимал, что стану величайшим, если только мне представится шанс доказать это. Но не стоит думать, что все ограничивается лишь мыслями. Ты должен работать. Если у тебя в голове есть мечта, ты усердно трудишься и остаешься верным самому себе. Мир будет принадлежать тебе». Мой первый тренер был одержим муай-тай и пытался сделать из меня свою копию. Но когда я встретил своего нынешнего наставника, Юджина Бэйрмана, с первого дня наших тренировок он никогда не говорил мне быть таким, как он. Юджин всегда пытался лишь помочь мне стать лучшей версией себя самого. В конце концов, это смешанные боевые искусства, а искусство есть самовыражение, которое каждый совершает по-своему. Я рад, что внимание, слава и деньги не пришли ко мне, когда мне было 22 года, как это случилось с Джоном Джонсом. Я знаю, в какое бы дерьмо угодил молодой и глупый Исраэль, если бы все эти вещи появились у него в таком юном возрасте. Я рад, что не опорочил свое имя и наследие, свою душу и совесть. Если бы эти миллионы долларов появились у меня в 22, наверное, меня уже не было бы в живых. Когда мне исполнилось 28 лет, в моей жизни произошли метаморфозы. Все эти годы я ощущал себя подростком, но в этот день я осознал, что стал мужчиной. Будто случилось озарение, благодаря которому я научился принимать правильные решения и окружать себя правильными людьми, а все вокруг неожиданно обрело смысл. До этого я не совсем понимал, кто я и чего желаю. Но на мой 28 день рождения случилось нечто. Я принял свою судьбу и осознал, кем хочу стать. Когда я стал знаменитым, мне стали писать девушки, которые раньше меня игнорировали. Но я не стал спать с ними. Я называю это поймать и отпустить. Я встретился с одной из них в баре. Мы посидели и попили коктейлей. Но как только она начала думать, что соблазнила меня, я просто попрощался, оплатил счет и уехал. Я никогда не позволю такую поставить галочку и сказать себе, да, он стал моим, когда я этого захотела. Поймать и отпустить. Вот мой метод. Я думаю, что очень важно задавать себе вопросы. Так ты постигаешь самого себя и познаешь свои истинные желания и мотивы. Я постоянно наблюдаю за своим поведением и спрашиваю себя, почему это интересует меня или почему беспокоит. Порой у меня нет ответов на эти вопросы и чтобы получить их, приходится размышлять неделями, но в один момент наступает озарение и ты все понимаешь. Это своеобразный разговор с самим собой, который помогает тебе верно расставлять приоритеты и эффективно решать проблемы. Я часто задаюсь вопросом, что есть скромность. Люди говорят, что я им не нравлюсь, потому что я не скромный. Я спрашиваю их, а кто такой скромный человек? И они бормочут в ответ, это человек, который не хвастается. Брехня. На самом деле им просто не нравится, что я не занижаю свои успехи. Я не собираюсь притворно умалять свои достижения, лишь для того, чтобы угодить каким-то незнакомым людям. Это не есть скромность. Когда я возвращаюсь в родной город, я вижу типов, которые в детстве меня задирали. Я думаю, я что это тебя боялся? Это маленькие жирные неудачники, у которых пять детей от трех разных женщин и никчемная работа, где они потрачат последние 12 лет. Я думаю, да, были времена, когда ты был крутым парнем, я тебя боялся и уважал, но теперь я здесь крутой парень. Но на самом деле я не держу на них никакого зла. Это было в детстве, а дети чаще всего тупые и жестокие. Люди любят шутить над моим поражением, но в этом нет ничего постыдного. Каждый может пропустить удар и упасть в нокаут. Я помню, как очнулся и подумал. Черт, я проиграл. Я был уверен, что моя жизнь никогда не будет прежней, но потом я осознал, что мой тренер, мои родители, мои друзья, они по-прежнему рядом со мной, а значит ничего страшного не случилось. В свой дебют в UFC я победил нокаутом, получил бонус, украл шоу. Казалось, моей радости не должно быть предела, но сразу после приезда домой я впал в депрессию. Я задавал себе вопрос, почему мне грустно? И понял, дело в хайпе. Я вдруг стал популярным и просто не знал, как себя вести. Никто тебя не научит, как быть знаменитостью. Нет ни одной чертовой книги про это. Я видел множество людей, спортсменов, певцов, киноактеров, которые восходили и падали. Я понял, что не хочу быть одним из них, поэтому начал посещать психотерапевта, который помог мне разобраться в себе. Многие считают, что посещать психотерапевта зазорно. Но только подумайте, если ты не будешь следить за своим физическим здоровьем, ты будешь физически болен. То же самое с твоими мозгами. Если ты не будешь уделять внимание своему психическому здоровью, ты будешь психически болен. Люди думают, что когда ты ходишь к психотерапевту, ты псих. Но это то же самое, что и говорить, если ты ходишь к доктору, ты слабак. Полная хрень. Я люблю посещать свою историческую родину, Нигерию. Мне нравится погружаться в местный быт, в местную культуру и понимать, что я являюсь потомком этой земли. Я чувствую, что нужен этим людям, а они нужны мне. Они вдохновляют меня, но главное, делают меня приземленным. Ведь каждый раз, возвращаясь в западный мир, я понимаю, в насколько комфортных условиях живу и на насколько ничтожные вещи жалуюсь. Не люблю постоянное внимание, толпы фанатов, шумные вечеринки. Я люблю быть дома, наедине со своими домашними питомцами. Мне нравится проводить время со своими собаками, потому что они никогда не задают глупых вопросов и не ведут бессмысленных разговоров. Рядом с ними я могу просто существовать, просто быть самим собой. Как только я стал знаменитым, с разных мест повылазили люди и начали говорить «Эй, Исраэль, помнишь меня? Мы жили на одной улице, мы учились в одной школе, мы вместе ходили в зал». Смешно, сколько лицемерия и фальши в словах этих идиотов. Десятилетиями они меня не вспоминали, а как только я стал популярным, они вдруг начали общаться со мной, будто мы всегда были лучшими друзьями. Всегда держитесь подальше от таких людей. Джо Роган высказал мне самую глубокую мысль о славе. Исраэль, фокусник в отличие от публики, должен понимать, что его фокус и выдумка – это лишь ловкость рук, а не магия. Когда ты вдруг стал знаменитым, ты должен понимать, что все эти телочки, которых можешь склеить по щелчку пальцев – это не магия. Каким бы богатым я не стал, я всегда буду возвращаться к лапше быстрого приготовления. Я помню времена, когда жил в общежитии зала. Я был без денег, поэтому всегда ел такую лапшу и прикармливал моего пса. Я помню эти дни. Помню, с чего начинал. Поэтому я до сих пор иногда люблю поесть эту лапшу, потому что она столько раз спасала меня в начале пути. В Новой Зеландии очень высокий рейтинг самоубийств и во многом это связано с издевательствами в школе. Меня тоже часто задирали в школе, но я знал, что в один день это кончится, я стану успешным, а эти ребята останутся на дне. Сегодня я часто посещаю школы, где провожу беседы с учениками. Я пытаюсь донести до этих ребят, чтобы они всегда боролись против своих обидчиков и никогда не опускали руки. Сказать честно, мне глубоко плевать на чемпионский пояс. Эту хрень я могу купить в интернете. Я никогда не дрался ради трофеев, я всегда дрался ради моментов, эмоций и брошенных вызовов, вещей, которые нельзя купить. Я хочу путешествовать по разным странам, побеждать лучших бойцов и вознести свое имя в историю. Это именно то, чему я посвятил свою жизнь. Когда я в первый раз дрался за титул, перед пятым раундом я посмотрел прямо в глаза Гастулму и сказал, тебе не одолеть меня, я готов умереть. Клянусь богом, я был уверен в этом. Я подписал свой смертный приговор. Если это момент, когда мне суждено умереть, так тому и быть. Но, если я готов умереть, если я готов отдать свою жизнь, я готов и убивать. Я готов забрать твою жизнь. Каждый удар, который я выбросил в этом раунде, я выбросил с намерением прикончить его. Я помню, что перед поединком с вытекером, где мне предстояло биться на глазах 60-тысячного стадиона, я решил устроить прогулку. Я вышел на улицы Мельбурна в наушниках и стал разгуливать по городу. Потом я сел на трамвайную остановку и стал просто наблюдать, как мимо меня проносятся люди. Я сидел и впитывал прелести этой умиротворенной жизни, потому что понимал, что после этой победы все навсегда изменится, и я никогда больше не смогу свободно гулять по этим улицам. Когда я был молодым и глупым, я думал, что когда я разбогатею, буду покупать себе самые крутые кроссовки. Но когда я заработал большие деньги, мои приоритеты изменились. Сейчас я покупаю собственность, вкладываю деньги в недвижимость и стремлюсь выстроить благосостояние для потомков. Теперь у меня более крупные цели, и я даже не помню, когда в последний раз покупал кроссовки. Основная часть моей жизни будет после профессиональной карьеры. Я люблю это дело, люблю драться и благодарен за эту жизнь, но, честно говоря, я не могу дождаться, когда мой бойцовский путь подойдет к концу, и я смогу просто смыться отсюда. Однажды я куплю себе ранчо, заведу большую семью, и вы обо мне больше никогда не услышите. Если вам понравился подобный формат, не забудьте поставить лайк и подписаться, а главное, будьте здоровы и помните, настала РММА!